22 апреля 2010 года и мы с вами дорогие друзья встречаемся в день рождения вождя мирового пролетариата в аэропорту Сан-Франциско и одновременно на канале Голос Силиконовой Долины, потому что сегодня должна приехать Милене. Мы идем ее встречать и мы знаем, что самолет взлетел из Лондона, откуда она летит, поэтому мы в Сан-Франциско Интернешнл аэропорт, движемся по направлению к тому месту, где мы встретим Милене, в миру ее имя Наташа. Это через окошко в аэропорту. Мы так посматриваем, что там вокруг. Ну, не знаю, красиво, просто красиво, солнышко светит. Чего бы самолетом не летать, правда? Чего они там придумали себе в Европе? У нас тут красота и солнышко. Рейс American Airlines 955 из Лондона. Вот он прибыл, и мы тоже прибыли на месте. А вот тут, да, но мы не знаем, на самом деле там ли Наташа, поэтому вот эта дверь слева, вращающаяся, видите, тут вращается такая дверь. Может и казаться, что мы пришли просто, чтобы эту дверь поцеловать, вместо Наташи, которую целовать гораздо приятнее. Вот, дорогие друзья, и долгожданная Наташа, она же Милене, улыбочку нам сделайте, усталую такую с дороги, сделайте нам улыбочку. Наташа, как оно там, расскажите, как? Как оно в России? Нет, нет, вы летели из Москвы. Я летела из Москвы, потом до Лондона, до Лондона и до Сан-Французского. Вас в Лондоне никто не обижал? Нет, все прошло очень хорошо, единственное, что было скучно лететь одной. А вы там могли познакомиться с кем-то? Ну да, не могла, но как-то так получилось, что было скучно. Вы застеснялись? Нет, просто самолеты были как-то полупустые, видимо все после вулкана боятся летать. И я сидела... Как интересно, а я-то думал, что там битком должен быть с предыдущих рейнсов? Нет, я тоже так думала, но вот... Петлом на крыльях ты не седал, нет? Нет. Вы вообще не видели петла так в окошке и ничего там не летело? Все было солнечно, замечательно. Ну а тут у вас тусняк будет такой, значит, вот, давайте я покажу. У нас тут со мной за компанию пришел Алекс С.П. И, видимо, Санкт-Петербург. Он реально оттуда приехал погостить, зашел к нам в гости. Завтра уже туда. Завтра уже обратно в Питер. Ну а раз такое дело, вот он поучаствовал, можно сказать, в наших мероприятиях, форумах. Ну что, Наташа, вперед. А ребятам на форуме что-нибудь скажите так. Всем большой привет. Наконец-то вы меня увидели. Всем спасибо за поддержку. Мы с вами еще должны будем вместе сняться. Я стараюсь вот где красота, я туда тоже хочу попасть. Вот рядышком там постоять. Так, только я не знаю, будет не слышно. А, вот теперь Михаил рядом с красотой. Да. Осуществляются мечты. Исторические моменты. И я тоже улыбнусь. Вот мы уже и пришли к парковке. И вот ребята застыли, потому что все знают, что это момент исторический. И с этого момента начинается путь в новую жизнь. Загрузка. Пошли. Медленно и печально. Можно даже медленно, но радостно. Вот. Значит, Саша помогает загрузить скудный, очень скудный, можно сказать, багаж. Остальные-то вещи ваши где, Наташа? Остальные вещи можно повязать. Ну хорошо. Да и пальчики бросайте. Что там? Бросайте, бросайте. Смело. Так. Мы успели. Бум. Вперед. Ну вот на самом деле вот это наш гид. С помощью его мы и едем. Он сейчас темненький, потому что мы в полумраке находимся. Когда мы дойдем до света, он станет светленьким. Солнышем. Ну поехали. Это мы сейчас будем. Сейчас мы будем расплачиваться. А вот это мы сейчас будем платить за выезд. Оплата денежки происходит, а тут живой человек. Так. Окей. Значит, мы вставляем бумажечку. Живой человек тут совершенно не нужен, потому что это машинка и кредит-карту берет то же самое. Так. Вот птичка прилетевшая. Довольная и счастливая. Вот это хайвей, ведущий нас из Сан-Франциско в сторону Силиконовой долины. Если увлечься немножко, то и в Мексику попадешь по этому хайваю. Ну, у каждого свои цели. А вот вы видели там видео другие мы когда снимали? Да, конечно. Вот там девочки хорошие были, там такие вроде ваших лет даже почти. Да, да. Вот с кем вам хотелось подружиться? Ну, мне с вас подружились с Женей. Так. И мы рынкой. И мы рынкой, да. Вы знаете, что интересно? Вот я хочу сказать, что мы с вами сейчас едем на квартиру, где вы будете жить. Василович первый месяц точно. Так вот, Женя и рынка, они переехали из того большого дома, где жили раньше. И вот вы сейчас будете с ними в одном доме жить. И дом там небольшой, там может быть всего квартира 8-10. То есть это будут ваши ближайшие соседи и окружение. И там не только они, а там еще у них замечательные молодые люди. так что. А вот слева, покажите, пожалуйста, здание Оракла, ребятам, чтобы они видели. Вот это вот голубенькое такое, зеленоватое. Это Оракл. Вот. Ну, нам, правда, тут заслоняют транспортные средства, но вы не представляете, Наташа, как много ваших коллег по школе, со учеников. Работает в этом самом Оракле. Начиная от очень больших начальников. Кончая просто, так сказать, чернорабочими тестированиями. Ребенок оказался голодным. И мы зашли в небольшое заведение под названием Сизли. Взяли саленд бар. И тут вот, так, Наташа, попробуйте суп. Клэм Чалл. Ложки-то как раз нам и не дали. Ладно, тогда мы добудем ложки и будем пробовать. Но вот это вкусно. Вот. Там бар. Такой саленд бар. Там много-много всякого. Из мясного там есть крылышки. А так все, вот, всякие салаты, творожки. Ну, поснимаем потом. Все очень вкусно. Что говорите? Все очень вкусно. На виде полезной. Надо взять ложки. Так, дайте ложку Наташе. И, Наташенька, отведайся клэм Чаудер и скажите, как оно? Все. Одобрили? Да. Все, тогда продолжаем питание. Вот и заветная квартирка. Рядышком тут у нас будет, где будет проживать Наташа. Давайте. Первое время. Пока не приедут муж и дочь. Наташа. Это очень близко от школы, от нашей. Буквально метров там, может быть, сто пятьдесят. Так. Вот такое место. Тихое, симпатичное, зеленое. Идем дальше. Так. Так. Вот они. Вот они поднимаются по лестнице. Наташа и Александр с Наташейным багажом. А вот она, заветная дверь. Номер семь. Номер семь. Здрасьте. 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 Тотка, можно без видео? Ну, мы так, без себя. А почему вы стесняетесь? Ну, я не хочу. Заходите. Так. Проходим. Проходим. Я, Александр, приезжать у вас не буду. Хорошо. Проходите. Вот. Здесь живет у нас... Эльмира. Нет. Эльмира, конечно. Я для вас еще про Наташу. Я не хочу просто стоять на чистый карпет. Вот у нас тут культурная все. Кухонька, столик. Вот. Наташа, мы вас тут оставляем тогда или как вы? Ну да, наверное. Оставляем? Оставляйте.